Уже почти неделю Тверскую область поливают дожди. Синоптики только и успевают фиксировать рекорды по количеству выпавших атмосферных осадков. Неудивительно, что жители региона волнуют вопрос, стоит ли нам ожидать в ближайшее время возвращения по-настоящему июльской погоды. Причиной столь продолжительной дождливой погоды стал волновой циклон, который пришел с Черного моря. При этом над центром европейской части страны встретились две воздушных массы. Прохладные с северо-запада и жаркие с юго-востока. И там, и там царят антициклоны, которые именно над нами и зажали циклон. С конца прошлой недели выливающие просто огромное количество влаги. Только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпала половина месячной нормы. В июле самая большая норма осадков 96 миллиметров, а выпала почти 50. А если взять декаду первую, это с первого по десятого, то выпало 428 процентов от нормы. Декадной нормы, не месячной. Однако температуру воздуха никак нельзя назвать экстремально низкой. Даже по ночам столбики термометров показывают около 15 градусов. Днем столько же и даже выше. При прояснениях, как это было в среду, сразу же теплее до 20 и больше. Как-никак, а именно с Черного моря к нам пришел этот циклон, из-за размеров которого сочинской погоды у нас пока точно не будет. Он прослеживается до очень большой высоты. Вот это вот толще, это практически до 12 километров. К сожалению, свое влияние на предстоящие дни он будет оказывать. Но дождь уже будет такой, эти несущественные. Температура воздуха и все-таки начнет греться постепенно. 18-23 градуса мы нагреем к выходным. Что касается перспектив на вторую половину июля, то прогностические схемы не обещают нам возвращения сухой и жаркой погоды, говорит Татьяна Зимина, добавляя, что все может поменяться. В конце концов, еще в начале месяца, когда Верхнего уже было около 30 градусов, нынешнего огромного циклона тоже никто не ждал. Субтитры создавал DimaTorzok